Нет ни одной семьи в Ненецком округе, которая бы не задела Великая Отечественная война. Наши земляки сражались на фронтах, ковали победу в тылу. Их потомки бережно хранят память о военном поколении. Наталья Дуркина продолжит. Тихо по семейному за кухонным столом Татьяна Яковлевна рассматривает фотографии своего отца. Когда началась война, вспоминает Татьяна, ее отец Яков Семенович Акчинников учился еще в семилетней школе. За полгода до окончания войны Якова призвали в ряды советской армии. Они пошли пешком до Архангельска, а там он попал в Петрозаводск. И вот в Петрозаводске он служил. У него вот эта типография «Патриот Родины». Они печатали вместе с мамой газету. Листовки, газеты вот печатали. В типографии Яков встретил свою будущую жену Августу. Они вместе, причем к плечу, прослужили все семь лет. На их долю пришлись не только в военные годы, но и послевоенные восстановления. После службы Яков Акчинников увез жену в столицу Заполярья. Он работал и на лицезаводе, и электриком работал, и на рыбучастке он работал. Последнее время до пенсии он работал в отделе внутренних дел. Жена Якова Августа Павловна Акчинникова продолжила свою литературную деятельность уже в местной газете «Нарьяновендер». В поселке Сахалин они построили дом и вырастили шестерых детей. Война связала судьбой многих людей. Одни из них – родители Сергея Клокотова. Они познакомились в поселке Амдерма в 44-м году, а уже в 48-м поженились. Мать Клокотова Вера Дмитриевна работала начальником отдела почты в Амдерме, а отец служил в МГБ. Когда в 43-м году их отправляли с Архангельска, с пересильного лагеря в Амдерму, то предупредили, что в Карском море плавают подводные лодки, и все может быть, все может случиться. Но благодаря тому, что был сильный шторм, в подводных лодках там миновала эта беда. И благополучно прибыли в Амдерме. Старший дядя Сергея Федор Кисляков был призван в армию в 1943 году. Службу начал в 391-м запасном стрелковом полку автоматчиком. Окончил Соловецкую школу «Юнг», работал, служил на островах Северного Ледовитого океана, был радистом, был радиометристом. И докладывали всю погодную обстановку, положение, что там, как. И до 50-го года он был в армии. Демобилизовавшись, вернулся в Наринмар и продолжил работу в аэропорту. Поднимаясь по карьерной лестнице, Федор Дмитриевич был назначен руководителем полетов авиапредприятия в Костроме. В 88-м ушел на заслуженную пенсию. Его брат Петр Кисляков воевал на мурманском направлении авиамехаником в военно-воздушных войсках. Был мотористом, служил на Карельском фронте, имеет награды за оборону Советского Заполярья и победу над Германией. Но его судьба сложилась трагично. В 1956 году он тоже служил до 50-го года. В 51-м году отсюда, из этого дома уехал в Петрозавод, там женился. В 56-м году приехали в Наринмар с женой, с ребенком, показать родителям свою семью. Но в 56-м году на Наринмаре у него служился сердечный приступ, сердечная недостаточность, и он умер. В семье не делились рассказами о военных годах. Никто не хотел повторения того ужаса, что всем довелось пережить. Единственное, что отличало их от всех остальных, они об они не любили рассказывать. Что вот мой отец не говорил, что братья, дяди не говорили, ничего не рассказывали. Только вот дядя Петя говорил, что мы писал матери, вот это я помню, бабушка рассказывала, что живем в землянках, и больше ничего, все. Польша это еще писал, что на самолетах, на которых мы обслуживаем, написано, что мы верим в победу за родину, за Сталина. Акция «Победа», которая проходит в поселке Сахарин, собрала фотографии всех, кто уходил на фронт. Фотографии своих родственников с тем, чтобы люди могли знать, как говорят, своих героев, своих ветеранов, участников войны, дружинников тыла. Ну, мы, значит, кинули клич, давайте проведем такую акцию. Жители поселка откликнулись на это. Акция у нас называется «Победа». Ну, в связи с этим мы сделали у кого какие фотографии есть, развесили. Более 9 тысяч жителей округа воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Треть из них так и не вернулась в родные дома. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Треть из них так и не вернулась.